Почему ты не говоришь о том, что Тудаев говорил на ломаном чеченском, а на некоторых выступлениях вовсе читал заранее заготовленный текст на чеченском, где забывал слова «Горский яхуд и жена еврейка». Почему Кадыров для тебя предатель, а Джохар нет? Ведь он служил верой и правдой Советскому Союзу, был летчиком-офицером, и все чеченцы гордились им, даже жена русская была. Вот это последнее, я не знаю, как это характеризует человека, он женился на той женщине, которая была ему приятной. Он имеет на это право. Мусульманин может жениться на мусульманке, христианке или еврейке. Так что это вообще не аргумент, я не знаю, для чего ты это здесь приводил. Что касается твоего вопроса, то он очень странный. Неужели ты не понимаешь разницу между предателем и достойным человеком? Надо, наверное, начать с каких-то азов, понимания предательства. Предатель – это тот, кто был сначала на твоей стороне, а потом перешел на сторону врага и стал вместе с этим врагом бороться против тебя. Твой вчерашний товарищ, который борется против тебя теперь, он предатель. Джохар – это человек, который не боролся против нас. Вся его деятельность, все то, что он служил, на всякий случай, тогда все, кто не залетал в тюрьмы, все служили. Это потому что служба была обязательной. То, что Джохар сделал там карьеру, он делал эту карьеру во благо нам. Для того, чтобы потом, когда у него будет возможность использовать ее за нас, а не против нас. И он это показал, доказал. И даже если бы это все было не так, даже если бы он изначально был бы против нас, но затем, когда понял, перешел бы на нашу сторону и сразился бы с нашим врагом, все равно он бы не был для нас предателем, он был бы для нас героем. Поэтому вопрос какой-то очень странный. Почему ты не говоришь о том, что Тудаев говорил на ломаном чеченском, а на некоторых выступлениях вовсе читал заранее заготовленный текст на чеченском, где забывал слова «Горский яхуд и жена еврейка». Во-первых, он не говорил на ломаном чеченском. Ты, по всей видимости, не чеченец. Раз тебе, видимо, кто-то так сказал, и ты просто передаешь эти слова. Он не говорил на ломаном чеченском, он говорил на своем диалекте. При этом, если даже он, как ты говоришь, и плохо бы знал чеченский язык, ну и что? Что это теперь? Он перестает быть чеченцем. Ты знаешь, сколько чеченцев, которые, к сожалению, плохо знают. Я сам, кстати, один из них. Я тоже не могу сказать, что я хорошо знаю чеченский язык. Что теперь? Это делает нас не чеченцами, что ли? Это в результате многолетней оккупации той работы, которая была проведена. К сожалению, наш язык сегодня один из вымирающих языков этого мира. Это мы имеем. И мы поэтому и хотим свою страну, свою независимость, чтобы сохранить свой язык, свои обычаи, свои традиции. Это очень странный довод против него. И далее вообще полный абсурд. Заранее заготовленный текст, он говорит, читал, где забывал слова. Как можно забыть, если ты заготовил текст, если он у тебя написан? Забываешь, когда ты что-то выучиваешь. А если ты текст приготовил, написал, ты просто читаешь. Он, может быть, не умел читать, так хочешь сказать. В общем, это полный бред насчет его происхождения, насчет еврейства. Эти слухи уже давно мусолятся различными недалекими людьми. Я их уже неоднократно опровергал. Поэтому даже неинтересно на эти темы разговаривать. Субтитры создавал DimaTorzok